Севастополь Севастополь Здравствуйте Здравствуйте Ну что же, давайте начнем, наверное, с истории проекта Знаю, что в 2015 году подобное мероприятие, вернее, с таким же названием оно проходило Но в чем отличие конвента уже прошлогоднего? Ну, в этом, в прошлом году, да, последний конвент Вернее, первый конвент, который у нас прошел, Герой нашего времени Он отличался от предыдущих мероприятий абсолютно всем по сути Мы выбрали абсолютно новый формат и предложили его для молодежи То есть помимо того, что у нас было налажено общение с героями нашего времени То есть мы отобрали людей, которые, по нашему мнению, совершили героические поступки в течение 2016 года И, соответственно, наградили их, ребята с ними пообщались, задали вопросы Но, помимо этого всего, мы провели определенный срез среди молодежи по их основным запросам Мы разбили это все на четыре площадки, в рамках которых работали у нас региональные и федеральные эксперты Федеральных мы пригласили, соответственно, с различных регионов страны Это ребята, которые там очень быстро отозвались на то, что у нас Севастополь будет здесь проходить И с огромным удовольствием приехали и помогли нам его провести По итогам мы в ближайшие дни сформируем конкретный план действий на 2017 год По основным вот этим четырем направлениям, которые были у нас на площадках И, соответственно, конкретный план мероприятий будет, конкретные проекты, которые будут реализованы уже в этом году То есть именно в рамках героев нашего времени? Нет, эти проекты будут по различным направлениям Культура, спорт, гражданское общество и средства массовой информации Все это касающиеся именно сферы молодежной политики Это все будет накладываться на программу молодежи Севастополя Ну и, соответственно, в рамках этого всего с финансированием уже будут непосредственно проводиться мероприятия И реализовываться проекты Правильно я понимаю, что проект не только в Севастополе существует, но он является федеральным, да? Сам проект, да, он является федеральным, и мы его спроецировали на наш регион И, ну, во всяком случае, обратную связь, которую мы получали, она была очень положительной И я думаю, что мы сделаем добрую традицию в плане проведения подобных мероприятий Ну, а давайте поговорим о том, кто выступал в качестве экспертов более подробнее И кто выступал в качестве участников В качестве участников у нас были приглашены абсолютно все молодые активные севастопольцы Это и активисты молодежных организаций, представители добровольческих, волонтерских центров Это ребята из студенческих объединений То есть, в принципе, мы постарались привлечь и вовлечь в этот процесс максимальное количество молодежи Что касается наших экспертов, то есть у нас, как уже Юрий, коллега мой сказал, были эксперты федерального и регионального уровня Ребята, которые приехали к нам со всей России, это действительно, на наш взгляд, тоже являются героями нашего времени Потому что это люди, которые уже смогли сами реализовать свои всероссийские проекты Ребята, которые умеют построить работу таким образом, что вовлекают как можно больше людей, молодежи в свои организации, в свои проекты Это ребята, которые представляют действительно такие всем известные громкие проекты Это и гонка героев, и вызов сборной То есть, такие действительно очень талантливые, очень активные молодые люди Которые приехали именно поделиться своим опытом Рассказать нашим молодым ребятам, каким образом строить работу Это ребята, которые смогли поработать в течение двух дней Действительно получить совместный хороший продукт Замечательные проекты, которые мы будем реализовывать в течение ближайших нескольких лет Что касается региональных экспертов, это также уже ставшие известными в городе молодые люди Захар Кучерявый, это Алена Минина, кстати, которая стала лауреатом премии Я гражданин общественной палаты Это Артем Левченко, который создал первое студенческое медиа-сообщество в городе Севастополь Которое активно развивается То есть, ребята помогали оценивать проекты на их эффективность, нужность городу И как они, в связи со спецификой развития города Севастополя Как они будут реализовываться здесь у нас в городе Мы считаем, что работа действительно получилась такая очень плодотворная Потому что мы смогли посмотреть на проблемы развития четырех основных отраслей с разных сторон То есть, с федерального уровня, с регионального уровня, со стороны активистов гражданского общества И мы надеемся, что в ближайшие дни, когда мы сделаем итоговый анализ И представим его на суд губернатора и правительства города Севастополя То есть, наша работа будет оценена и на уровне власти Можно добавлю маленькую реплику Елизавета поскромничала, она назвала трех человек, которые у нас были региональными экспертами На самом деле, четвертым экспертам как раз-таки выступила она В качестве именно члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта И она вела вместе с нашим федеральным экспертом площадку гражданского общества Это была, наверное, наиболее сложная площадка И я думаю, что мы получили тот результат Вернее, получим чуть-чуть позже И о нем расскажем, соответственно, да Немножечко позже, буквально на днях Мы будем ждать с нетерпением этих результатов Сейчас предлагаю нашу беседу ненадолго прервать Посмотреть видео с конвента Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Довольно живой ролик И видно, что было какое-то живое общение Не только, да, вот какая-то официальная образовательная программа Но еще какие-то действия Что-то такое именно, как я уже сказала, живое Расскажите подробнее, что это было И что это, может быть, за занятия какие-то или тренинги Ну, конечно, у нас на площадках Изначально мы, получается, поделили зал На четыре больших площадки На которых вот велась основная работа Однако в первый день изначально у нас был формат официальный Где присутствовали представители правительства Представители законодательного собрания Главного управления МЧС России по городу Севастополя Выступали с приветственными словами Дальше мы поделили это все на площадке Вот мы видели, да, частично была показана работа на этих площадках То есть действительно было максимально продуктивное и живое общение То есть ребята на протяжении двух дней Там, если не ошибаюсь, в общей сложности Порядка 11-12 часов Исключительно работали в плоскости тех направлений Которые были ими сами выбраны И проходила регистрация по ним Ну и, соответственно, во второй день Продолжили они работать в этих площадках По окончанию мероприятия были представлены лучшие практики Депутату Госдумы от Севастополя Он приехал специально для того, чтобы послушать наших ребят И таким аккордом заключительным Стала презентация фильма ребят Которые к нам приехали Они ездили с медиа-экспедицией Фильм называется «Одна победа» Он будет представлен, я думаю, в следующем месяце, наверное, да Более широкой публике То есть на сегодняшний день прошло всего две презентации Обе были закрыты Одна была в городе, откуда ребята с вами приехали Тюмень И второй город, это Севастополь Фильм, на самом деле, очень интересный Безумно тоже живой Настоящие эмоции молодых людей Которые на себе прочувствовали, что значит пройти дорогами победы То есть ребята проехали на автомобилях огромный путь Они пообщались с огромным количеством различных людей С ветеранами Великой Отечественной войны В разных странах И вот действительно я советую по возможности Каждому человеку, который так или иначе коснулся истории А я думаю, у нас в Севастополе, наверное, вообще каждый житель Коснулся истории, это 100% И я думаю, что все-таки должен посмотреть Потому что там есть элементы, в том числе касающиеся города-героя Севастополя И Крыма Данный фильм Вот, собственно говоря, вкратце Позвольте, пожалуйста, я немножко добавлю про фильм Потому что он действительно стал таким очень трогательным И очень значимым моментом конвента Потому что все, кто имели счастье посмотреть Они остались равнодушными Когда фильм делается молодыми ребятами Которые, начиная проект, даже не знают, с чем они столкнутся И когда, проехав путь освобождения Путь следования нашей Красной Армии Они пообщались с теми людьми, со свидетелями событий Здесь, в России, в Европе Когда они двигались по пути освобождения И встречали тех людей, которые до сих пор помнят, что такое победа Это действительно не может не оставить эмоций Я надеюсь, что у нас получится И мы сделаем премьерный показ Уже такой большой, да, открытый Как только нам позволят наши коллеги И как только это будет возможно Мы делаем такую большую премьеру в Севастополе Поэтому заранее всех-всех-всех приглашаем Ну и как сюрприз, наверное, в этом году Мы надеемся, что нам получится И удастся продолжить этот проект Уже в Крыму и в городе Севастополе Мы хотим стать такими преемниками Вот таких вот медиа-экспедиций И сделать это таким общекрымским региональным проектом В ходе беседы уже было помянуто о том, что и наградили ребят за их героизм Кто эти люди и какие они подвиги совершили? Расскажите подробнее Ну, мы обозначили двух людей Именно персонально и одну общественную организацию Люди — это, собственно говоря, простые жители города Севастополя Один из них — Умид Салимханов Это кадет Он старшеклассник у нас, получается И он совершил гражданский, на наш взгляд, героический действительно поступок Потому что он увидел, что человек попал в аварию И он был первым, кто оказал ему помощь И более того, после оказания этой помощи Когда подъехали уже непосредственно врачи По их словам, что если бы не подоспел этот молодой человек То, скорее всего, последствия могли быть более плачевными и печальными А так с человеком, который попал в аварию Все, насколько мы знаем, обошлось Все в порядке И, по сути, этот парень спас человеку жизнь Второй человек — это водитель 16 маршрута автобуса А сам Самеддинов — это человек, который действительно Ну, которым писали форумы севастопольские в том числе Он отвез ребенка обратно на остановку После того, как парень проехал, проспал Родители были в шоке Ну, тем не менее, это все получило большую огласку И все остались, собственно говоря, довольны и счастливы Ну, и общественные организации, которые мы увидели Это взаимопомощь на дорогах Ребята каждый день, по сути, совершают героические поступки Поскольку помогают друг другу постоянно И поддерживают в трудную минуту автовладельцев Ну что ж, к сожалению, у нас времени совсем не остается Как уже говорилось, будем ждать официальных итогов мероприятия А сегодня спасибо, что пришли к нам в студию Спасибо вам Напомню, о молодежном конвенте героя нашего времени Говорили с главными специалистами управления по делам молодежи и спорта Севастополя Елизавета Цокор и Юрием Ефременко Я желаю вам всего самого доброго До встречи в эфире КС Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому